Здравствуйте, с вами Виталий Черников, я эксперт в области местного самоправления, регионального управления. В последнее время вновь начали подниматься разговоры о том, чтобы выбирать мэров прямым голосованием граждан. Но прежде чем мы об этом поговорим, надо сначала разобраться, кто такие мэры. У нас в законодательстве нет такого понятия «мэр». Это либо бытовое обозначение первого лица в муниципальном образовании, либо в некоторых городах, и эта должность так и называется, сама должность называется мэр. Ее правовой статус в законе определен как глава муниципального образования, а уже депутаты местные называют, кто как считает нужным. Кто-то глава, кто-то мэр, кто-то городской голова, кто-то градоначальник, ну и так далее. Много всяких разных наименований. Но, тем не менее, в народе укоренилось вот это название мэр. Само это слово происходит от английского major, главный, и означает, что это высшее должностное лицо, которое обладает собственными полномочиями. Однако в российской традиции сегодня мэрами очень часто называют глав администрации, назначенных по контракту. И это не совсем правильно, я бы даже сказал, совсем неправильно. Потому что главным должностным лицом, вот в этих схемах, где есть назначаемый по контракту глава администрации, все-таки главным должностным лицом в муниципалитете является глава представительного органа. Он одновременно и глава представительного органа, то есть над депутатами начальник, и одновременно он и высшее должностное лицо муниципального образования. Однако, опять же, не по закону, а по российской традиции, складывается такая ситуация, что, например, губернаторы, которые эти же кандидатуры и рекомендуют для утверждения, позиционируют этих глав администрации, наемных менеджеров, по сути, как первых лиц муниципалитета. Зовут их на совещание, на собрание. Журналисты, тоже не очень понимая, в чем тут разница, берут у них интервью, как у политических фигур. Вот теперь с этим давайте немножко разберемся, прежде чем перейдем к выборам. Итак, федеральный закон и устав каждого муниципального образования, где есть такая схема, а у нас сейчас большинство муниципалитетов имеют такую схему, с назначаемым по контракту главой администрации. Так вот, и законы большинства уставов определяют эту должность как руководителя всего лишь администрации. То есть человек, который называется глава администрации, какое бы название ему депутаты не давали собственное, он руководит только чиновниками. Более того, он не имеет даже права издавать собственные нормативные правовые акты. Нормативные правовые акты, которые он подписывает, называются распоряжениями или постановлениями городской администрации, районной администрации, сельской администрации, ну, неважно, где он является главой. И таким образом этот человек просто, условно говоря, начальник над чиновниками. И закон федеральный, и уставы муниципальных образований не дают ему права представлять муниципальное образование, опять же, город, район, поселок, село и так далее, представлять это муниципальное образование в отношениях с другими партнерами, с другими сторонами. То есть он представляет только администрацию. А вот высшее должностное лицо, которое часто скрывается от глаз жителей, это глава, чаще всего, представительного органа, он имеет такое право. Он имеет право и подписывать различного рода соглашения от имени всех жителей, от имени всего муниципального образования, и издавать соответствующие муниципальные правовые акты. Поэтому в точном выражении именно это лицо является мэром города, хотя у нас его так не называют. И вот теперь мы говорим о мэре, не о главе администрации, которая нанимается по контракту, а именно о том лице, которое будет высшим должностным лицом. Закон предоставляет возможность субъектам Федерации принимать самостоятельно тот или иной вариант организации органов местного самоуправления. То есть сам закон перечисляет несколько вариантов, а субъекты Российской Федерации выбирают из этих вариантов один, два, сколько они считают нужным для тех или иных муниципальных образований и утверждают своим законом. Так вот, в большинстве субъектов Федерации, сегодня в большинстве принята схема, законами этих субъектов Федерации она утверждена, когда глава муниципального образования, это, я уже говорил, командир над депутатами, а эти депутаты по конкурсу, по контракту выбирают из числа претендентов, совершенно не депутатов, то есть не политиков, выбирают управленца, который должен быть профессионалом в области заведования муниципальным хозяйством. Есть новелла, которую депутаты Государственной Думы приняли совсем недавно, относительно недавно, которая говорит о том, что глава муниципального образования, уже даже не глава администрации, а глава муниципального образования может назначаться по контракту решением депутатов. Ну, это, конечно, вообще запредельная новелла, потому что она подразумевает, что депутаты бились на выборах, шли со своими программами, агитировали, тратили деньги на избирательную кампанию, избрались, а затем они, эти депутаты, глава при этом вообще никак не избирался ни депутатами, ни населением, а затем депутатам дается возможность нанять над собой начальника по контракту. Те, например, кто имеет отношение к производству, к бизнесу, к каким-то учреждениям, да, понимают прекрасно, что есть, условно говоря, учредители, это депутаты учредителей чего-то, да, и вот они нанимают там директора по контракту, и после этого он становится командиром над учредителями. Такого не бывает. Ну, все говорят, это невозможно. Ну, вот наши законодатели допустили эту возможность, странную, совершенно непонятную, зачем они это сделали, хотя есть объяснение, но я не буду сейчас в них вдаваться. Так вот, эта схема работает плохо и работает в очень сейчас, слава богу, небольшом количестве муниципалитетов. Мы же сейчас говорим о том, что в большей части распространено в России. А это как раз вот эта схема, когда из числа депутатов избирается глава, высшее должностное лицо, или мэр, для понимания, и затем они проводят конкурс и по результатам конкурса по контракту нанимают главу администрации. И вот сейчас, возвращаемся к началу нашего разговора, и вот сейчас начались разговоры о том, что нужно вот этого первого, высшее должностное лицо избирать всем населением. Это как бы такая уступка требованиям мест и даже различного рода общественных объединений и даже митингов, которые проходили о том, что мэры должны все-таки выбираться всем населением напрямую. Здесь есть подвох. Сейчас я скажу, с чем он связан. Дело в том, что главная задача вообще власти и государственной, и региональной, и местной власти это максимальное снижение уровня конфликтности общественной. То есть все решения, которые принимаются, ими на самом деле должны следовать принципу баланса интересов. То есть если, например, в законе или в решении местных властей этот баланс интересов соблюден, то можно считать, что вот эта тема теперь или проблема, по поводу которой принималось решение, решена. И можно идти дальше. Можно решать следующую проблему. Очень плохо, когда решение закон или муниципальный правовой акт наоборот приводит к возникновению новых конфликтов. А это у нас происходит очень часто. Так вот, выборы мэра, в том числе выборы первого лица, они тоже во всем мире служат одной из функций, или одна из опций, служат разрешению конфликтов. Когда нужно, чтобы... Давайте задумаемся. Когда нужно, чтобы мэр выбирался всем населением? Для чего? Когда у нас имеются выборы депутатов по партийным спискам. Это очень важно. Почему? Посмотрите, несколько партий победили на выборах в городское собрание, в Думу городскую и так далее. А вот они победили. У них у всех свои взгляды на жизнь. И вот они там в этом представительном органе начинают друг с другом спорить. Споры могут затягиваться очень надолго и очень часто не приводить к результату. То есть, проблема может не решаться очень долго. И если они из своего числа выбирают, из депутатов этого мэра, то очевидно, что выберут того, чья партия получила больше голосов. Это создает общественный конфликт. Потому что 49% избирателей голосовали за другие партии и не готовы принять это лицо в качестве мэра. Не готовы подчиняться решениям. Хотя они вынуждены подчиняться, но не готовы. Это серьезный конфликт, который не дает двигаться вперед. Соответственно, в этих условиях во многих странах мира, когда есть депутаты, избираемые партийным списком, в этом случае мэр, избираемый всем населением, является представителем населения, способным консолидировать мнение различных партий. Потому что он получил мандат от всех жителей, независимо от их партийной принадлежности. И он себя позиционировать может так же в представительном органе, как представители всех, успокаивая споры, ссоры и так далее, и двигая ситуацию вперед. Если же депутаты избираются по округам, вот другая схема, что такое округ? Округ это территория, ограниченная какими-то улицами или площадями и так далее, где живут люди, и имеется в этом округе уже сложившийся круг проблем, территориальных проблем. Это детские площадки, условно говоря, проезды, тротуары, озеленение, ну и много-много-много всего, что жители каждый день ощущают. Они выбирают депутата для того, чтобы он решал их не политические задачи какие-то, а их территориальные проблемы, проблемы текущей жизни. Следовательно, этот депутат представляет территорию, а не партию. И когда вот такие депутаты собираются в представительном уровне, представляющие территорию, логично, что они высшее должностное лицо выбирают из своего состава, потому что он такой же как они, такой же депутат как они, он не представляет политику, он занимается решением территориальных проблем, они ему доверяют, соглашаются, что он будет вести заседание, разрешать их споры, и таким он, мало того, если он плохо работает, они его могут переизбрать, не надо всенародные выборы объявлять в этой ситуации, если он работает плохо, не отвечает задачам, которые перед ним поставлены, его легко переизбрать. Поэтому вот две схемы выбора мэров, вот именно когда мы говорим о выборах, они на назначениях, они, очень важно понимать, какая из них в вашем конкретно муниципальном образовании будет приносить наибольший эффект. Это очень важный момент. Поэтому сейчас, когда начнутся вот эти изменения, и они, естественно, будут проходить по всей стране, опять сверху будут даваться команды, для депутатов, неважно, какой вы сейчас политической ориентации, для депутатов, которые будут принимать решение, какую схему выбрать, для депутатов и региональных, которые в законе будут те или иные схемы утверждать, и для депутатов и муниципальных, очень важно руководствоваться принципом. Любое структурное изменение должно вести к повышению эффективности управления, к снижению конфликтности на каждом из уровней, на областном, или краевом, республиканском, имеется в виду республики в составе России, или на муниципальном, потому что в своем послании Владимир Владимирович Путин объявил, что будут расширяться полномочия муниципалитетов с одновременным увеличением финансирования. То есть, мы понимаем, что ответственность местных властей, если это будет политика продолжена, вырастет, вырастет объем финансовых средств, которыми будут распоряжаться эти местные власти, и соответственно вырастет ответственность того лица, которое будет возглавлять муниципалитет, мэра, как мы говорим, и ответственность жителей, избирателей, которые будут выбирать теперь уж для распоряжения большим количеством ресурсов, для решения большего количества вопросов, чем было раньше. Вот такие рассуждения на эту тему. Спасибо, до новых встреч, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok